Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и это новая партия FIDMERS Civilization VI Gathering Storm. Уже традиционно мы будем играть случайными цивилизациями, но я думаю, что по превьюшке вы поняли, что мне выпала Германия. Правда, карта необычная. Мы решили попробовать одну из новых, которая появилась в недавнем патче. Это значит, что на экваторе, по идее, должно быть холодно, а горячие области по краям карты. Вроде как-то так должно все располагаться. Ну и некоторое время нам не будет известно, какие против нас играют цивилизации, чтобы вот это ощущение исследования мира никуда не девалось. Напоминаю, что спонсоры канала всей серии этой партии видят сразу во вкладке сообщества, а для подписчиков они будут выходить раз в сутки. Ну и прошу воздержаться от бессодержательных спойлеров в комментариях и от оскорблений участников, а во всем остальном приятного вам просмотра. Так как и мы за стандартную, типа, проголосовали. Нет, тут рестарты не сделали, тут страдаем, да. Тут страдаем так, как есть. Страдаем до конца? Да. В этом смысл целый, как бы вытягивать все из того, что есть. Значит, нам стараться дипломатией, нытью. У ацтеков не было возможности рестартануть. На что, венере, ацтеки сами виноваты, они же сначала Кортеса богом, а если что-то бог пришел. Воплощение кого-то, митцлипусли, я уже не помню. Или Кио Циатли, я не помню. Блин, ну что? Ну что? Тут не хочется ставить город, честно говоря. А когда-нибудь вообще какого-нибудь такого бывало, что вот на самом краю карты спауна был? То есть поселянец вот именно на крайней нижней точке карты. Таймерский бут, это нереально. Мы на этой карте еще не играли, поэтому нет. Зато у тебя, видишь, соседей точно не будет много. Блин, это называется плохой баланс на новых картах. Я боюсь, как бы меня не запасовнило так из-за того, что кто-то совсем рядом другой касты. Наоборот. Естественно, наверное, так. Или вот тут вообще. Слушайте, вот тут может... Как бы три еды, но тут есть и производство, тут лес какой-то будет. Здесь мне не нравится. Здесь, ну и на побережье, как бы, река, все такое. Идти долго туда. Ладно, давайте так. О! О, нормально. Тут гавань будет с... Пойду сюда. Ну, я, например, тоже пошел. Я не могу ставить город так, где я появился. Нормально, вот сюда поставим. М-м-м, блин. Канди, я вложу. Никто, да, сразу город не поставил. Канди, куда-то идти. Канди, куда-то идти. Да нет. У меня сейчас лечит. А линьки, походу, если... Судя по названию реки, которые рядом со мной, это вообще не маинать. Канди. Ну... Ну, прикольно. Не, нормально, вот тут город хорошо. Вот эту еще плитку выкупить у Канди будет. Помню, один из последних Лешиных видосов смотрел, там озеро было лесное. Хотя никаких таких цивилизаций в мире не было. Я так и не понял, откуда это название взялось. Ну, просто лесное озеро, среди лесов, видимо. Так, ну что там, все поставили? Империя, империя, империя. Ага, то есть я и мистер Ди только пока. Без городов уже. Все остальные вовсю развиваются. Интересно, как в Хьюман Кайнд будет это реализовано. Там же не обязательно будет сразу ставить. У тебя будут твои эти ходить. Племена. Блин, какие тут все-таки места. Ну, в принципе, тут только производство есть. Тут же еще надо по поводу Ганзы думать. С новым сюрвайвелом. От парадоксов. О, я вчера, кстати, поиграл. Немножко. Надо. Надо видео записать. Ранний доступ этого Эпик Геймса. Блин, на четвертом ходу давненько я в шестой циве так долго не ставил город. Слушайте, может без разведчика пока обойдемся? Начнем сразу... А, нет, все-таки одного, одного надо. Нету смысла сейчас стоить строить, он просто ничего не может обрабатывать. Так, я начну... Блин, я бы с горного дела начал, честно говоря. Потом уже животноводство. У меня есть большое сомнение, что у меня тут будут лошади вообще рядом. Блин, какая... Ну, в принципе, вообще тут можно ставить города на этой реке. Надо мне вот тут посмотреть. Ну, мне показалось, что тут чудо просто как... Ух ты. О, новое поселение только очень в тему сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты, наверное, думал, что все-таки тут другая цивилизация, мне кажется, да? По этой реке. Я думал, это Венгри. Ой, блин, я чуть не выдал тебя. Да, кстати, не называйте цивилизации, какие вы встречаете. Я чуть просто не поздоровался. Ну, что уже поздно. В смысле? Мы не назвали друг дружку. Да, нас полили того, что... Вы только знаете, что мы вдвоем не Венгрия. Но это не значит, что Венгрии нету в игре. Вот именно. Я чуть просто не это... Не обратился к Челине на его языке. Не поприветствовал. И Гомарджо бы не сказал. Челине, давай ты вверх не пойдешь, а я вниз не пойду. Своим дуболомом. Окей, именно расселение. То есть, вот давай, где вот эти дуболомы, наверное, город будет кто-то ставить? Где вот наши дуболомы? Я даже выше поставлю. Даже не прямо сюда, а чуть выше. Просто если мы встретились с дуболомами, это значит, что мы близко очень. Все, видишь, я вниз не иду. Ну, я не думаю, что он прям очень близко, но... Ну, медсер где-то надо будет тут на побережье ставить город. Блин, надо еще думать. Напоминаю, карта наклонная ось. То есть, тут как бы должно быть очень странно все с расположением этих природных зон. У меня вот уже тут, видите, тундра какая-то. То есть, это значит, что я где-то ближе к центру нахожусь, чем к краю карты. Кстати, а кто там у нас на самом краю карты был, говорил, в одной клетке? Так у тебя там, получается, тундры нету, правильно я понимаю? То есть, там у тебя как раз ни снегов, ничего, да? Нет, то есть, я пошел вверх, вот тут пустыня, а снегов вообще нет. Ну, вот наклонная ось. То есть, получается, что полюса смещены с краю карты. О, тут у нас горы. Так, хорошо. Строителя делаем. А страт баланс, я так понимаю, не было на этой. Нет, я поставил баланс. Но она может быть просто не работает на этой карте, вот и все. Баланс, баланс можно ставить. Чудес нет, да, никаких? Я не находил. Лошадей нету, вот вообще, в принципе, в обруге города. Значит, страт баланс не работает на этой карте. Я, кстати, канди и захватить могу, у меня способность... Ну, у меня, например, нашел океан. Плюс 7 боевых мощей притеки городов государств, почему нет? В смысле, нашел. Я же объяснял, у меня суши, вот одна полоска такая была, когда я появился. В смысле, у меня суши, у меня суши, у меня не просто океан, у меня везде сплошной океан. И такая небольшая полоска, в 2-3 клетки вверх ведут. Так, я бы купил эту клетку, потому что нужно производство. Так, и поехали поселенцы сразу после. Так, значит, здесь мы обработаем, похоже, камень, потом нефрит, потом пшеницу. Сейчас еще посмотрим, как у нас тут появится... Ну, этот камень надо будет убирать, конечно, потому что тут, наверное, коммерческий... Не, наверное, а точно коммерческий район будет. Выглядит так, что куда-то сюда я буду ставить, видимо... Блин, тут надо еще думать по поводу... Ганзы промышленной... Ну, промышленной зоны, в принципе. Давайте так лучше сходим. Не очень, конечно, договорился с грузином. Так, что у нас там? Ганза бонус плюс 2 производства за каждый соседний коммерческий район. Акведук, канал, дамбу. Плюс 1 производство за средства с ресурсами. Плюс 1 производство за каждые 2 клетки соседних... То есть мне надо делать ромашку с коммерческими районами Ганзы. Ну, понятно, что тут коммерческий район у меня будет, да? С гаванью треугольничек. Значит, Ганза, получается, тут. То есть я, к сожалению, Акведук нигде не могу... Акведук я могу поставить только тут и тут. Грузин-то не сказать, что и недалеко, типа. До сих пор не видно границ его. Так, ну мне вот тут нравится место, конечно, смотрите. И свинина, и оливки. Ну и к правительственной площади. К ромашке будет город иметь отношение. Давайте я вот сюда поставлю меточку. Все равно ты тут ходишь, слушай, ну... Это как бы мои места тут. Я пока вверх еще не ходил. Твой... Твой скаут находится выше твоего дуболома на раз, два, три, четыре, пять клеток. Как-то ты вверх не ходил. Когда че ты не внизу, а справа? Да. Обманул меня. Ну я чуть-чуть, я внизу и справа чуть-чуть. Так вот. То есть я везде, да? То есть, понимаешь, что карта наклонная ось тут. Как бы немножко... Ага, да, и тебя наклонило. Полярно как-то не... Я вот сейчас даже смотрю на свою карту. И не понимаю, где я. То ли внизу, то ли справа. Да, и наклоняюсь такой немножко головой. Так, ну че мы берем? Так, че надо брать на дополнительного. Это я явно первый открыл. Дюнит поселенцев. Вот это берем. Все, и беремся сюда. Ставить город. О! Прикол. Ну, как-то далековато вообще. Ну, чудо. Интересное. Так, я бы, наверное, отсюда-отсюда... Особо не уходил. Чтобы поставить... Так, тут мы все ставим. И мне, слава богу, не надо на пантеон ставить. Ну, что... Лошадей... О, лошади есть. Недалеко. Обрабатываем камешек. Сейчас я уберу. Вот так и так. Он сам будет выбирать уже. Ну да, значит, камень, нефрит, пшеница. В принципе... Начало ничего такое. Так, что мы дальше откроем? Гончарное дело, мореходство... Ну, эти гончарное дело. Первые... Плачальник коней. Уже кони бегут? Уже всадники? Да. Уже все, тебе жопа. Так, не хочу я далеко уходить. Надо сначала город поставить. Ну, меня, видимо, надо тут ставить, потом тут и тут. А вот это, мне кажется, чудо прикольное для Мали, который в пустыне нормальных городах. Потому что, ну, мне куда сюда вот город ставить? Где здесь он нормально встанет вообще, этот город? По-моему, не очень место для моих городов, например. Ну, вот мне надо как-то вокруг вот этой горной гряды города расставить. Вот это хорошее место. Я еще подумаю по поводу забирать или не забирать канди, потому что компьютер, как всегда, как-то дебильно город поставил. И оливки у меня уже будут, например. Еще, конечно, зависит от того, что там вверху происходит. Так, давайте, наверное, так сходим. Какой-то перешейок еще. Так, ускорили колесо. И пойдем пшеничку обработаем. Нет, давайте вот так, да. Культура, чтобы еще капало. Мастерство, гончарное дело. Блин, я бы этого пустил, конечно, сюда уже сразу повел. А, уже есть, смотрите, уже лояльность отгрузим. Ну, кстати, он, да, он и там, и там имеется, получается. Что лояльность уже капает и туда, и туда. Блин. У меня все-таки не так много места. Ну, я бы вот сюда поставил город еще. То есть, я бы сейчас вот этого посела сюда вел. А потом сюда бы, наверное, расселялся. Ну, тут вот, тут такие грустные места, что потом можно будет когда-нибудь города поставить. Давайте на всякий случай мы пойдем в какие-нибудь военные юниты. То бишь, откроем колесо... Или письменность. Ну, у меня кампус... У меня кампус сейчас... Нету необходимости спешить с кампусом. Так, значит, здесь монумент, строитель. Так. Теперь посел идет сюда. Тут ускоряем мастерство. Открываем мастерство. Меняем на создание юнитов. Тут все пока оставляем. И здесь прачников делаем. Так. Два производства, две еды. Тут все... Следовали. Ну, что, брать руинку. Блин. Дали... Дали веру, которая мне сейчас уже не нужна. А, вот где у нас вооружение. А, вот где у нас вооружение. Где у кого уже началось? Где? У кого? У меня. Ну, как бы нельзя спалить цивилизацию. Ну, можно ники сказать. Да там поселение шоу. Минус поселенец? Нет. Надо было 2D переключаться. То есть, просто прокачал человеку оборонительную тактику, да? Да. О, Чилиния, а что это у тебя тут убитый разведчик? Может, уже и добить его, чтобы не мучился? Я вижу, он мучается, он стоит, котики болеют. Ну, как бы, он выдержал удары коней, копейщиков, поэтому это... А, то есть, там, где-то кони и копейщики, я, наверное, не пойду тогда туда. Главное, скаут один, но кошки у него три. То есть, он такой независимый. Как там мемчик про эту гордую независимую женщину? Сильно независимая женщина. Да, сильно независимый скаут, такой с тремя кошками. Блин, ну... Боюсь, я тут... Идти мимо этих... Варварцев. Ну, мне скорее вот в эту сторону больше требуется расселяться. Тут-то я точно поставлю города. И новый континент... Все никак не исследуется, да? Я просто возвращаюсь этим скаутом, потому что боюсь... Давайте, знаете что? Мы постоим, я все-таки под защитой... Хотя бы прачника поведу. Один ход подождем. Опа. Привет. Приветствую, мистер Ди. Ну, надеюсь, ты далеко отсюда. Ну, так, нормально. Я понимаю, что кроме меня ты еще никого не встретил, да? Нет. Привет, Ада. А вот и встретил. Так. Пойдемте-ка вверх. Посмотрим, что там с Канди. Ну, мне бы в темный век все-таки выйти, но всего два очка. Какие интересные нации в очередной раз. Мне твоя нация не очень нравится, скажем так, в соседях. Я не агрессивный. Пассивный будешь. Да, строить домики. Ну да, кстати, прикольно. Получается джунгли как-то вертикально, да, идут. Обычно, как бы, они идут в экватор, а тут они прям вертикально. Не знаю, я еще не настолько открыл карту, чтобы соглашаться или нет с тобой. Так. Рост идет, довольствие. Давайте строителя... А можно его купить? Нет, дорого. Давайте все-таки строителя просто построим. Что надо еще обработать? Камень. Я бы вообще сюда, наверное, пошел. Блин, нафига я колесо открываю? Надо плантации открыть. Обходим этих варваров потихонечку. Так, тут какой-то полуостров. Блин, канди. Вот вообще-то я никак не пройду с другой стороны. Ладно, этим пращиком куда-нибудь сюда пойдем. Лучше. Так, ахин растет вовсю. Что правильно. Давайте думать с ромашкой. Блин, вот тут... Мне просто вот тут не хочется вырубать. Если вырубать хочется, тут вот... Холмы. Не хочется их занимать. Потому что все-таки ромашку где-то здесь организуем. Проблема в том, что в Ахине нигде, получается, я не смогу поставить... Блин, ну и дело в том, что коммерческий район-то я здесь буду ставить. А он дает плюс. С другой стороны, я могу, например, здесь коммерческий район, здесь и... Вот Гейдельберга здесь промышленную зону поставить. Эти холмы я ставлю. А вот здесь ромашку сделаю нормальную. Потому что тут-то у нас луга сплошные. Нету смысла ничего. О! Грузин бакнул в город. Я бы хотел... О! Нашел континент. Отлично! Международную торговлю открыли. Так. Опа! Гангнам стайл. Интересно, Алексей, мы нашли одного и того же человека? Или нет? Ну, мистер Ди я нашел. Я нашел как дырку. А, тогда нет. И он рядом с нами. Да? Может, все-таки рядом с тобой? Ну, как говорится, если я пришел к тебе дуболомом, значит, мы рядом. Че-то я не вижу твоего дуболома. Ну, скоро увидишь. Зато я мистер Ди нашел. Мне это тоже не особо радует. Его цивилизация. Это че, такая Пангея, получается? Ну, или как? Ну, это Пангея. Или, как я говорил, два больших континента. Нет, это скорее Пангея. Наверное. Если мы больше никого не найдем, кроме, что у нас вот четверо тут. Блин, как же мне тут... Ну, вот эти места, конечно, намного лучше выглядят, чем вот эти. Жалко, что из городов-государств пока только какое-то найдено это. Ой, блин. А вот если я сейчас сюда встану, то мне могут убить на самом деле. Давайте я ниже поставлю вот сюда город. Ну, просто если я сюда встану, то он может двумя проатаковать, и мне убьют точно прачника. И, соответственно, захватят поселенца. Так. Раннюю империю для строительства. Мне надо что-то побольше на производство сделать, чтобы поселы клепались. Так, тут у нас стоит, стоит. Ну, кстати, какое место на кампус. Прямо сюда хочу город везти, ставить. Короче, надо купить торговца. Из Гейдельберга Вахен отправим. Или из Ахена в Гейдельберг. Не важно. Надо, короче, купить торговца. Хе-хе-хе. Ага, вон границы грузина уже. Блин, я забыл, что ее не повторять можно. Алексей, ну этот город был вообще, ну, как бы, в моей столице. В четырех клетках. В смысле, был. Нет, подожди. Мы же договорились, как бы, там, где мы встретились воинами. Он не ниже того места, где мы встретились воинами. Ну, это прямо вот под моей столицей. Нет. Ну, я вообще твою столицу не видел, честно говоря, еще. Я же там даже не ходил, и... И вообще. Ну, это ты, получается, поставил три города вниз. Нет, один. Почему три? Во-первых, у меня вообще всего три города. И я вниз я только один поставил. Второй я поставил вправо. Блин, нафига вот этот канди тут мне в лес? Интересно. Мы, как бы, договорились вниз не ходить, как бы, вот. Ты, наверное, получается, поставил город прямо вот под мою столицу. Четырех. Я поставил... Так я и не поставил город ниже того, где мы договорились. Мы встретились с дуболомами вот тут. И я ниже сказал, что они же не будут ставить. И ниже я не поставил. Ну, там-то те места, понятно, они мне не нужны там. А вот это вот столицу окружить нужно было. Не, ну, это подстава, конечно. Блин, я с ним заговорился и не купил. Давай, на... Не купил торговцу. Так, ну, надо юнитов именно поднастроить. Я что-то с два воду понрою в снегах. Сочувствуем. Я так и не понял, Чириня, где-то меня нашел. С какой стороны вообще подошел? Ну, Чириня, я тебе дал шанс. Ой, 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 ой. Подожди, не принимай. Не этот шанс, дорогой. Вот так. А зачем японец подосок и его купил? Опа, все, спалил. По полной спалил. А он встретил двух игроков. Нет одного. Ну, лучше, чтобы Брестель клетки не совплатил. Ну, сорян, я не знаю, как обратить по-другому. Паникул. Потому я и сказал, пытаться не спалить нации. Да, целых 26 ходов подержал. Да, ну, Зулуз, походу, где-то далеко. Ладно. Блин, еще и караван побежал куда. Ну, это ко мне он, наверное, отправил? Раннюю империю открыли. Надо поселок делать. Нет, сейчас, подождите, против варваров сыграем. Ну, я не знаю, где я тут нарушил разведку. Я пошел смотреть вниз после того, как чилини здесь сверху начал смотреть. Так, поведу этого. Рабочего вниз, я хочу этим поселом тут поставить город. Так, значит, тут тоже поселенцы строим. Эти ребята у меня пойдут сюда. Блин, а я до сих пор... Кстати, я даже не слежу, что мне в темный век надо. У меня одну очко осталось. Так, я тут поменял на... Нет, не поменял на поселенцы. Так, тут происходит... Затягивающая религия, конечно. Алкоголизм, да. А нет, он между городами отправил. Так, давайте... Судя по названию религии у нас в России есть. Нет, судя по за религию, у нас есть русские в игре. Ну что, тут будем ставить или чуть... Слушай, русский, может ты меня пропустишь? Блин, просто здесь как-то, ну, город сам по себе так себе. Кидай сделку, и я думаю, что... Поставлю на камень. Просто нужно будет как-то пить вопрос, потому что здесь... Меня Алеша может забрать и все. Он меня уже отжал поселенцы там и объявил войну. И ходит. Я не отжал поселенцы, ты его привел ко мне, по-моему. Я, честно, целый год его не забирал. Не, и поселил и поселил жестко, прям вот. Еще военный лагерь нужно поставить. Ну, уж теперь-то нету вариантов. Больше у меня. А, а тебе те деньги, которые у меня есть, чем-то смогут помочь? Да, могут помочь. Все. Авиас, встречное предложение. Вышел в нормальный век, блин. Предлагай. Целых пять голды. Не, ну, почему бы нет, Ереван тут. Все равно деньги. Смотри, как я... Историчненько у тебя че линию город-государство под тобой. Прям реальный сосед. Знаете, я выше хочу поставить. Просто вот, не знаю. Он все равно сюда не влезет. Никакой город он уже сюда не всунет. У меня хоть этот город будет нормальный. Блин, с другой стороны. Я это на побережье еще смогу тут поставить. Где-то вот тут. Например. Что-то они у меня разошлись. Так, давайте рабочего под защиту возьмем. Так, вот это я ждал. И караван разграбил. Да, и грязнухой, и ползухой обозвал. И земляным червяком. Че-то у меня какой-то баг. Или я не понимаю чего-то. Религию основал, да, вот. Сколько веры, столько еды. Но город не показывает, ну, не показывает, что город начинает... А-а-а... Это бывает. Если ты третьим, третьим ходом... Он уж обновляется, у меня расустранилось. На следующий ход посмотрим. Как за один ход найти два... Двоих игроков. Чтобы два очка получить. Не знаю. Я уже нашел вон фланкера. И вышел в нормальный век. Грущу. Блин, я, походу, Леша, твои границы вижу. Но это все равно правда, только одно. Так. Э-э, Чилини, а че началось? Хорошо ж играли. Нет, все так же. Может, мир все-таки? Я не буду никуда ниже селиться. Нет, это не мир. Тут уже пограбленный караван, отобранный поселениц. И под моей столицей, и город. Это упорочек. Ну вот. Может, мне вернуть тогда мы его... Может, мне вообще всех вернуть уже домой? Тут нужна дорога тоже, конечно. А, так тут, оказывается... Ну, кругосветку не совершить здесь. Западная и восточная граница тоже есть. Да, серьезно? Да, я вижу западную границу. Восточную, то есть, наоборот. Так, может, у нас ветка с юга на север? Привет, Леша. Здорово. Или южно-северной границы тоже есть. Блин, так у него сейчас, если он в лучников, выйдет... Так. Что с железом? Вон, я вижу железо. Ну, да. Я же у северной границы появился изначально. Вон его скаут. Южный, блин. То есть, все вперед. Угу. Так, мне надо... Мне надо стены, наверное, открыть. Чтобы он будет в меня упарываться. Так, мне надо бы... Блин, а лошадей нету. Так, ну, надо мечников тогда открывать. Вот, если бы этого копейщика строить КХП было на прошлом ходу... Я бы его захватил и тебя встретил. Ну, в смысле, лагерь захватил и тебя встретил. Давайте я куплю... Блин, блядь, денег... Нет, давайте я построю. Мне нужно деньги, чтобы эту клетку купить. Так. Здесь монумент завершен. Мистер, блядь, просьба. Прочника. Я не ускорил лучников случайно? Ускорил. Надо лучников открывать. Блин, жалко, что я не за Россию. У меня, короче, в истории игрока написано первую в мире религию. Алкоголизм основывает апостол Петр. Хм, почему не Россия? О, кони побежали. Да, надо лучников было открывать. Интересно, тут у вас. И еще раз. Да, сейчас будет атаковать. Так, я могу какой-нибудь сильный юнит купить? Для защиты. Ну, 25, например, да? Так. Чуть полегче будет. Лучник он еще идет. Скаут у него здесь. Ладно, тогда давайте поведем этот город сюда. Там я уже не пройду, видимо. Постоим здесь. И надо... Кинул, нет? Да, да. Не появляется. Кагыр, не помогай ему. Он тут атакует мой город. Я уже не помогаю ничем больше. Никто не помогает ему. Зачем вы ему помогаете? Чем помогали? Чем? Ситуация... Смотрите, у человека армия 190. Ой, зачем я вышел из города? Блин, и тут не апнул. Ну, если бы у меня в четырех клетках от столицы город поставили, я бы тоже был бы не уйти. Тоже бы расстроился, да? Ну, я ставил город, не видя его столицы. Вот и все. Но эта проблема не моя. Ну, наша общая. Да. Июнь, так, поселенцев мне уже не надо строить. Блин, надо Виктора, наверное, покупать. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!